Привет, красотки! Спасибо, что зашли ко мне на канал. И сегодня будет одно из самых полезных видео на моем канале. Это пустые баночки, средства, которые я закончила или от которых я хочу избавиться по тем или иным причинам, которые мне не подошли. И давайте уже будем приступать. Начну со средств для волос, а именно шампуней. Первый шампунь у меня закончился, это доктор Репейник. Беру шампунь, восстанавливающий для роста волос, без СЛС и без парабенов. Именно такими я пользуюсь для корней волос. Объем 280 мл, мне шампунь очень понравился, хорошо мылился, несмотря на его натуральность. И очень хорошо очищал кожу головы и волосы. Запах приятный, в общем, к нему у меня нет никаких претензий. Очень крутой шампунь, который для меня стал, наверное, такой находкой. Это от Органи Китчен, шампунь в объеме 100 мл, густой очищающий шампунь, глина для волос. В состав входит белая глина и органический голубой лен. Консистенция у него была гелеобразная, и несмотря на его объем, мне его хватило на довольно продолжительное время использования. Наносила я его только на корни. Хорошо отправлялся с очищением, у него был приятный запах, небольшой расход, он хорошо мылился, пенился. Он также идет на натуральных компонентах. Самое интересное, он сделал с моими волосами то, что не делал ни один шампунь, ни за какую стоимость. У меня волосы, естественно, окрашены, и у корней, когда отрастает, уже свой волос. После каждого применения, трогая свои корни волос, они у меня такие мягкие были. Такое ощущение, как будто бы у маленькой девочки, которые еще ничем не испорчены. Волосы, вот такие они мягкие, гладкие. Я обязательно буду повторять этот шампунь, и сразу возьму, наверное, их несколько. Крутой, классный шампунь. Из масок у меня закончилась только от Faberlic Salon Care, серия салонная. Это питательная маска для всех типов волос, с ценными маслами в объеме 200 мл. И мне очень понравилась эта маска. Я ничего не могу сказать и неплохого. Она очень хорошо мои волосы увлажняла, питала. Единственный минус, это для меня запах, потому что у нее очень специфический и резкий запах. Я уже говорила в покупках Faberlic, что он мне пахнет таким мужским парфюмом, очень сладким. Неприятным, таким, знаете, из далекого-далекого прошлого, из 90-х. Этот запах остался на волосах после высушивания волос, то есть до следующего мытья волос. Я бы советовала вам, скорее всего, приобретать эту серию, потому что у меня также есть бальзам, который также хороший. Но только по скидкам, потому что все-таки, мне кажется, цена завышена. И следующий сегмент, это у нас уже уход за волосами. Шварцкоп, Глискур, экспресс-кондиционер, несмываемый, для ослабленных и соченных волос. Обещает нам легкое расчесывание, укрепление, эластичность и магические красивые волосы. В объеме 200 мл я разные такие вот несмываемые кондиционеры от Шварцкоп, Глискур использовала, и они мне все нравятся. Для меня это номер один, для того, чтобы хорошо расчесать свои волосы. Действительно, они облегчают расчесывание на самых длинных волосах, самых запутанных, и это уже проверено. Я этим спреем пользуюсь, ну, я думаю, что лет 7 это точно. Но что касается других каких-то составляющих, которые обещают, на моих волосах это не работает. То есть, я его исключительно покупаю для того, чтобы облегчить расчесывание, и он с этим справляется на 100, не знаю, 90, на 250%. Могу посоветовать, особенно обладательницам длинных волос, попробуйте. И мое разочарование, это СИОС, абсолют эликсир с микромаслами для сухих поврежденных волос. Питание, мгновенное восстановление волос, 100% блеск и мягкость. То есть, это масло для волос, которое вы наносите после мытья на влажные или сега подсушенные волосы. В объеме идет 100 мл, мне его надолго хватило, потому что его необходимо очень мало. То есть, в принципе, двух нажатий мне хватало. Это были сплошные силиконы, но даже силиконы они запечатывают волосы, а он не делал даже этого. И я не совсем понимаю, почему он так плохо работал на моих волосах, потому что в составе, если мы посмотрим, то масла, а их немало, идут уже с четвертого места. То есть, в принципе, добавление их в состав этого средства немаленькое. Он даже кончики мои сухие еще больше подсушивал. Поэтому, естественно, я покупать больше не буду. И рекомендовать, скорее всего, для пересушенных, пористых, длинных, окрашенных волос я не буду. Плавно переходим к тому, что у меня закончилось для тела. И тут будут мои самые любимые скрабы, наравне, которые я люблю, как и от Organic Shop скрабы. Это Планета Органика, два скраба для тела. 100% натуральные продукты. Здесь у нас в объемах по 300 мл. Один из них у меня шел с сибирскими кедровыми орехами и органическим маслом малины. А другой у меня был индийский кешью и органическое масло сандала. Сандала, запах сандала я вообще обожаю в любых средствах. Очень классные скрабы. Обалденно пахнут. Я уже, наверное, их все сахарные перепробовала. Я не люблю соляные. Здесь очень много сахара. Он не тает при нанесении на вашу кожу. Он не мягкий. То есть, любительница мягкого скраба, он, скорее всего, не подойдет. Я использую в основном такие скрабы на проблемные участки тела, на которые я потом наношу какие-нибудь масла и делаю массаж. Планета Органика. Самые лучшие скрабы и органические. Гель от Эвраши у меня. Серия Жордан Дю Монт. Это у меня был Лаоский Лотос. Написано, что без парабенов. В объеме у нас 200 мл. Мне не очень он понравился. Мне не очень понравился запах. Он действует, как обычные другие гели. Мне больше нравятся из этой серии гели, которые кремовые. Вот они действительно смягчают кожу и хорошо очищают. И приятны у них все, в принципе, ароматы. Этот мне не очень понравился. Очень много закончилось средств для умывания у меня. И первый от Клининг Лер закончился в объеме 150 мл. Это ежедневный гель для умывания лица. Очищает кожу, предотвращает давление прыщей. Приятный запах, приятная консистенция. Хотя я гели его не очень люблю. Но этот приятнее из всех, которые у меня были. Маленький расход. И, в принципе, я могу, наверное, сказать о том, что он служил для моей кожи как антибактериальное средство. Высыпаний у меня с ним было меньше. Использовала я его для умывания утром и вечером. Вечером, как вторым этапом очищения, если у меня был макияж. То есть, первым я использовала масло от черного жемчуга. Биомасло. Драгоценные масла. Глубокое очищение, без пересушивания. Мягкая тающая текстура. Деликатное очищение. У меня кожа жирная, проблемная. То есть, у нас клонок высыпания. И я очень остерегалась, если честно, масел для лица. Гидрофильных масел. Но вот это вот биомасло мне понравилось. Она очень хорошо очищает средства. Стойкие туши. Большим слоем различных средств он справляется просто на ура. Расход у него минимальный. Его не нужно слина многого. У меня сейчас стоит второй, потому что я большую разницу увидела, когда он у меня закончился. У меня был промежуток, когда я его не использовала. Начали забиваться поры от тонального, потому что он плохо вымывался другими средствами. Консистенция масляная, не гелевая. Именно масло. Состав и все, что написано о нем, указывает на то, что это масло. Ну, примерно как гидрофильное. Единственное отличие. Гидрофильное вы наносите на сухую кожу лица, а это на влажное. Все. По действию просто супер. И стоит бюджетно. Поэтому всем советую, кому не хватает очищения от тех средств, которые сейчас у вас есть. Также от Фаберлик у меня закончилась очищающая пенка муд для лица. Кислородное сияние. Очень хорошая пенка. Единственное, не очень удобный вот этот дозатор. Здесь у нас объем 175 мл. Очень хорошо очищает макияж. Не идеально очищает поры, я так думаю. Но именно с каким-то даже стойким макияжем он у меня справлялся. У меня не было никаких остатков косметики на лице. После нее кожа была не стянута. Очень классная штука. В чистолине закончилась пенка для умывания на отваре целебных трав на ромашке. Освежает, придает сияние, не сушит кожу для любого типа кожи в объеме 100 мл. Приятный запах. Действительно вообще не сушит кожу. Консистенция кремовая. Для нормальной, особенно сухой кожи, мне кажется, это вообще идеальный вариант. Естественно, с макияжем он вообще не справляется. То есть это такая умывалочка на утро для сухой или нормальной, или комбинированной кожи. Ну и, конечно, куда без крема для рук. А их у меня обычно в пустых баночках очень много. Здесь я вам покажу бархатные ручки крем для рук, которые я много раз уже покупала и показывала вам. Это утро питания, роскошь макадамия с маслом ореха макадамия. Очень хороший крем, хорошо питает, хорошо впитывается, не оставляет никакой пленочки. В общем, для меня это идеальный крем. Единственное, мне уже поднадоел запах. Объем у него 80 мл. Пока повторять не буду. Хочу отдохнуть просто от этого запаха. Оно по действию очень крутое. Что не могу сказать о креме для рук защитной с пчелиным воском, для рук и ногтей. Майи Хани от Фаберлик. Оставляет вот эту вот пленочку силиконистую на ваших руках. Не очень хорошо впитывается. Неплохой по действию, но я его не могу советовать. Потому что, как защита, он служил только до следующего мытья рук. Он не питал, не увлажнял. И запах меда мне как-то не очень нравится. Повторять не буду и, скорее всего, даже не буду советовать. Даже в роли как защитного крема. Также для тела у меня закончился от Ален. Был у меня такой парфюм. Мне попадалось это в коробочке красоты Allure Box. Лосьон для тела. Он парфюмированный. Точно так же пахнет, как и сами духи, которые я, кстати, отдала маме. Ну да, тут такой очень резкий, сладкий запах. Мне он вообще не понравился. Даже зимой и осенью он для меня был очень тяжелым. Но вот этим, в принципе, тут объем 30 мл. Наносила после душа каждый раз. Он неплохо отправлялся с увлажнением. Но два минуса огромных у него для меня лично это запах. И в нем содержались микро-микро частички, такие блестки. Мне оно ни к чему, в принципе, было. Я не знаю, может быть, это классно, когда отдыхаете где-то там на морях и вечером прогуливаетесь, у вас блестит загорелая кожа. Имеет место быть, наверное, мой самый любимый крем-керой праймер для лица. От Новосвит. Это гиалуроновый крем-праймер от глубоких морщин. В составе входит гиалуроновая кислота. Это в объеме 50 мл. Это супер-праймер для лица. Просто я купила от Maybelline. Я рассказывала о косметических разочарованиях. То, что Maybelline просто забивает поры. Никакого эффекта он разглаживания. И затирки пор он не оставляет на моем лице. А вот эта штучка за 100, там 20 рублей, по-моему, она стоила. Она реально работает как праймер. Во-первых, это уходовое средство. То есть, работает как крем для лица, который работает с вашими морщинками. Заполняет их. Во-вторых, это праймер, который действительно сглаживает, затирает поры. У меня поры расширенные. Очень легко чувствуется на лице. И мне очень долго его хватило. Я буду его повторять однозначно. Для любого возраста и для любого типа кожи. Три лака. Вернее, из них это два лака от Golden Rose. Один в оттенке 57. И здесь у меня от Lulu Paris. Я недавно делала также обзор на эту косметику и на этот лак. Оставлю ссылку. В оттенке 008. Lulu Paris я к нему так и не приноровилась. Я вам рассказывала о том, что к нему нужен особый там подход. Да, действительно, тогда будет ровное, хорошее нанесение. У меня нет столько времени, чтобы с ним возюкаться. И не советую вот именно такие цвета брать у них. Что касается Golden Rose, также у меня тут много его осталось. У меня просто очень много таких вот каких-то розовых цветов есть в коллекции. И они также все полосят. Вот эти, которые такие белесые, все Golden Rose полосят. К ним также нужен определенный свой подход. Также даю восстановитель умная эмаль. Но он вообще не работает. На моих ногтях умная эмаль вообще никак не работает. Не защищает, не укрепляет, не дает рост. А Фаберлик вот такая вот тушь. Артикул 5260. И мне эта тушь понравилась. Хотя здесь щеточка ворсинками не силиконовая. Она неплохо прокрашивает мои ресницы. Единственное, все-таки, я привыкла пользоваться тушами, где силиконовые дут щеточки. И мне поначалу было очень сложно к ней привыкнуть. В том плане, что я всегда вымазывала себе века. Очень хорошо делает объем, разделение и удлинение ресниц. Минус в том, что до конца вымазывала себе века. И очень сильно иногда портила макияж, который уже был сделан тенями на глазах. И мне не понравилось то, что много продукта набирается на кончик щеточки. Даже сейчас, вот я понимаю, что там очень много продукта осталось. Кустро засыхает. У меня примерно через 2 недели использования она уже начала засыхать. И это было ощутимо и при нанесении, и когда вы выкручиваете ее, доставите щеточку. Это минус. То есть я понимаю, что здесь еще половина тюбика, как точно, продукта. А я его уже выкидываю, потому что он просто засох. В принципе, все. Вот все мои пустые палочки. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что были со мной. Заходите ко мне на канал и смотрите. Подписывайтесь на канал. Не пропустите следующее видео о косметике Ановасвит. Бюджетная, очень даже хорошая косметика. И всем до встречи. Пока в следующем видео.